В двух словах японская традиционная поэзия Imagine Review Зачем на повтор? Зачем еще раз? В произведении Карла Чапика «Большая кошачья сказка» есть такие слова Япония — большая и удивительная страна В ней живут японцы Блин, оружие, плохо Я не знал, оружие нельзя, мне будет больше никогда Но она и вправду удивительна И живут в ней действительно японцы Уникальное качество японцев — стремление рассматривать все на свете, фокусируясь на мелких деталях Это привело к тому, что минимализм и миниатюризация стали культурным отличием страны восходящего солнца Растения бонсай, скульптуры мнецки, живопись суми-э и многое другое И даже микроэлектроника — это достижение японцев Как это ни странно, но поэзия у островитян сформировалась тоже небольших форм Основными видами японской поэзии стали танка — пятистишье и хойку — трехстишье Слово «танка» переводится как «короткая песня» Она состоит из пяти нерифмованных строк Ужасающий ничто — кидайте сорок, без разницы За сорок посмотрим текст Ну если красиво подано, ну это просто банально обычно Красиво банально, красоту может повторить практически любой Красота Александра — это просто техника Это ремесленная работа, в ней нет ничего сложного Нет ничего творческого, как ни странно И взгляну перед собой, сверкая белизной Предстанет вышине вершина Фудзи в ослепительном снегу Тем более красота субъективна Жанр хойку сложился несколько позже Он образовался путем отсечения от танки его двух последних строк Что отразилось в названии, которое можно перевести как «начальные стихи» Таким образом, хойку — это три строки По пять, семь и пять слогов Ива склонилась и спит И кажется мне соловей на ветке Это ее душа Стихи для японцев — это югэн Отражение хрупкой, ускользающей и сокровенной красоты Которая может никогда больше не повториться Поэт замечает и восхищается всем увиденным Разбросанными камнями, появившимся на заборе мхом, одиноко растущим лопом Ладно, согласен, красота не всегда банальна Но то, что обычно считается банальным — банально Эта черта японского характера имеет название аваре Банально по определению просто Или аваре, но моно Тем более автор, который претендует на то, чтобы считаться прекрасным у большого количества людей Скорее всего, будет просто банален Не просто, скорее всего, по определению должен быть банален Должен стремиться к банальности Поэтому огромное количество поэзии просто стремится к этой самой банальности Вот и все О, кленовые листья, крылья вы обжигаете пролетающим птицам Каждое слово японского стихотворения ценится буквально на вес золота Оно подобно камню, брошенному в воду От которого расходятся круги символов, ассоциаций, скрытых смыслов и подтекстов Кроме того, японцы считают, что в стихах важно не только то, что сказано автором Но и то, о чем он умолчал Эта недосказанность, незавершенность имеет название Йодзё – избыточное Этот термин толкует еще и как после чувствования Эмоциональный отклик, сердечный отзвук Мастерство поэта заключается в том, чтобы оборвать стихотворение на полусловие И дать читателю возможность домыслить и дочувствовать все, что осталось за гранью сказанного Как говорил Фудзивара Тейка, без Йодзё нет поэзии Печальный мир Даже... Ну, Эотас, если вы в силу физиологических причин не считаете красивое красивым То, скорее всего, под вас не напишет ни один поэт Понимаете, в чем дело? Красота, пишет Артем Жуков, обычно соответствует эстетическому представлению людей о хороших стихах, о гениальных стихах Потому что их учат в школе классики нередко у быдла Ну, так скажем, у не очень образованных, не очень умных людей, у невзыскательных людей Классика просто равно красиво Классика равно красиво, и поэтому люди копируют похожие стихи, как у классиков И думают, что это клево, красиво, и это так и надо И оценивают тоже наиболее банальные стихи крайне высоко Как раз потому, что находят это самое соответствие Спасибо Бля, еще и с комментариями Ну, посмотрим, почитаем Есть такое, есть Басё читал У меня есть даже книжка с... Да, согласен, что даже на умных воздействует сила традиционной поэзии Согласен А относительно японской поэзии Ну, вот, Басё читал Еще там какие-то авторы У меня целый сборник японской поэзии вроде бы есть Где он? Где он? Он в аду, что ли? Ты в аду? Алё? Алё, где ты? Где ты, сборник? Алё! Эй! Эх, не вижу, не вижу я сборника японской поэзии Где она? Да реально в ад, что ли, я ее запихнул? Ты что, я с ума сошел, что ли? Ну, блин Или нет? Японская классическая поэзия у меня есть текст Может, почитаем немножко после На переживаниях, эмоциях, ощущениях То есть, это сугубо лирическая поэзия Образы — это только лишь внешний повод для того, чтобы рассказать о состоянии души поэта Когда ты спросишь, как теперь я сплю ночами долгими один Одну отвечу Да, полон я тоски А той, кого люблю, кого я больше никогда не встречу Луна — путеводный знак Просит Сюда пожалуйте Дорожный приют в горах Это басё Наскучив долгим дождём Ночью сосны прогнали его Ветви в первом снегу Следующий стих Ирис на берегу А вот другой До чего же похож Отражение в воде Обязательными элементами японской поэзии было наличие сезонных слов По которым читатель мог понять, о каком времени года повествует автор Так, например, наличие слова «луна» говорит о том, что события происходят осенью Слово «цветы», как правило, подразумевает цветы сакуры и соответствует весне Пение цикад и упоминание бамбука ассоциируются с летом, а выражение «увядшие травы» связывается с зимой От цикада не плачь, нет любви без разлуки, даже для звёзд в небесах Не, вот, с эстетикой ничего не должна стихов Напоминаю, что, вообще-то, изначально философские произведения писали в стихах Особое настроение в стихах называется «саби», что переводится как «патина времени» — «ржавчина веков» Но значение его гораздо шире В поэзии словом «саби» выражали щемящее, пронзительное, но в то же время прекрасное и упоительное чувство одиночества Заброшенности, отрешенности от всего сиюминутного Какую комету наблюдаем где? На голой ветке, ворон сидит одиноко, осенний вечер Да В средние века в Японии было принято сочинять стихи не для себя, а по какому-либо случаю и желательно экспромтом Поводом к созданию стихотворения могло быть выпадение первого снега, любование туманом в горах Не думаю, потому что в наши чувства врезаются, это у вас очень примитивное объяснение в данном случае Вы пытаетесь просто подогнать факт под свое объяснение, то есть трактовку делаете Который на самом деле является сомнительной Увиденная картина, встреча со старым знакомым, в общем-то все что угодно Вчера, вечернюю порой, лишь миг один, короткий, как жемчужин встречных звон, я видел здесь ее И нынче утром вдруг мне показалось, будто я люблю О ветер со склона Фудзи, принес бы на веере в город тебя, как драгоценный подарок А для чего нужны стихи? На этот вопрос ответа нет, стихи они просто есть, а цели у них бывают разные Ну это как у философии, ну то есть стихи не... Блядь, опять что ли упал? Стрим упал, возвращаюсь Стихи ни для чего не нужны, чуваки, в общем-то Ну то есть у них бывают разные цели в зависимости от того, какие авторы их пишут В зависимости от того, в какой культуре это происходит и так далее, так далее, так далее Чаще всего для наших ощущений, ну вы просто воспитаны на плохой поэзии, оттеста, поэзии чувства, а есть другая поэзия Спасибо, Максим, огромное спасибо, очень рад, очень рад Еще один антисиентист, которого мы поддерживаем всеми силами В Дугин Нгелий Гелевич Дугин Воспевая печальное очарование А, не, я не наблюдаю за кометами Не красоты бренного мира Японская средневековая поэзия Ну то есть, ну да, например, можно восхвалять Сталина и Ленина, да, например Почему бы и нет? Можно в политических целях использовать поэзию Можно в качестве этического преображения Ну то есть, ну, иотос Иотос В пизду эмоции, как бы Нет, эмоции, они, конечно, играют роль в некоторых отраслях поэзии В некоторых направлениях, но не во всех они играют ключевую роль, как ни странно Поэзия стала истинной жемчужиной мировой литературы Закончив ролик о просмотр Взгляд Александр, просто понимаете, чем менее Менее скупо оформлен текст, тем меньше в нем автоматически становится смысла, как ни странно Вот так Вот так это получается Чем больше, например, стихотворений техники, тем меньше в нем смысла Чем больше в нем риторики, тем менее явлен в нем, опять же, смысл Тут как бы ползунок такой, знаете Хотим больше техники Окей, только смысла будет меньше Как бы вы ни старались, вы не сможете сделать очень осмысленный текст Просто потому что техника будет перебивать смысл То же самое, не знаю, там с эмоциональностью Хотите больше рациональности, ума какого-то интеллекта Окей, накручиваем, но опять же будет тогда меньше эмоций И так далее, так далее, так далее То есть, когда мы пишем стихотворения, приходится чем-то жертвовать Или чем-то не жертвовать Мы, в общем, выбираем жертву Чем, короче, жертвуем мы выбираем чаще всего От изменив, смотрите в жизнь вокруг И хорошие поэты, но они обычно просто разные И для разного, у них разные цели, у них разные направления Тоненький язычок огня Застыло масло в светильнике Проснешься, какая грусть Иотос, зачем спрашивать у людей, чего они хотят от поэзии? Люди быдло Чего вы хотите-то от людей? Чего вы будете у них спрашивать? Может быть, вы еще у людей спросите, чего они хотят от науки? Чего они от философии, может быть, хотят спросить у них? С поэзией те же самые критерии работают У людей спросите, боже мой Я у людей буду еще ходить и спрашивать о том, о чем они вообще ничего не понимают И вообще не разбираются в этом Окей, бабочки полет, будет тихую поляну в солнечном свету Здесь, кстати, много поэтов, я боюсь, кстати, попасть не на басе Луна или утренний снег, любуюсь прекрасным, я жил, как хотел, вот так и кончаю год Вода так холодна, уснуть не может чайка, качаясь на волне В день очищения от грехов Дунул свежий ветерок С плеском выскочила рыба Омовение в реке Иотас, нам плевать, что хотят от поэзии обычные люди, которые в этой поэзии не, в общем-то, разбираются Басе интересный Нет, просто нам без разницы, что они хотят Нам вообще плевать Кричат перепела, должно быть вечереет Глаз ястреба померк Вместе с хозяином дома Слушаю молча вечерний звон Падают листья ивы Так, давайте еще кого-нибудь Ясуй Нет, есть Рио Рио Это автор Рио Рио Сквозь урагана рев, когда дрожит вся кровля, цикады, слышен звон Ясуй Следующий автор Пускай озимых ростки щипали вы гуси дикие, но грустно сказать вам прости Кироку Провел я как-то ночь в опочивальне князя, и все равно продрог Хе-хе-хе Здесь прикольно Здесь прикольно Здесь прикольно Звучат голоса и там, над белыми облаками Это жаворонки поют Это все еще Кироку Юток Уток Звонкий крик Замок окружил кольцом Забелел рассвет Что там происходит-то? Ну, это прикольная просто поэзия интересная, что я могу сказать Просто потому что она в другой культуре, но Ну, на самом деле, японцы те еще, в общем-то, банализаторы, как-то странно Неизвестный автор Перед казнью Я сейчас дослушаю в мире мертвых до конца Песню твою, кукушка Ну, это, действительно, с точки зрения нашей культуры Звучит очень интересно Рёта Где же светлячки от людской погони скрылись на луне? Следующий стих Осенняя луна О, если б вновь родиться сосною на горе Так, что еще можно зачитать? Тайро Холодный горный ключ На дне блестят монеты Их путник обронил Еще один автор Как ноги сполоснуть Я замутить не смею прозрачную волну Бусон Воздушный змей в вышине А только вчера маячил На том же месте другой Следующий стих На горной заставе Такая маленькая жаровня Весенний холод Печальный аромат Цветущей сливы ветка В морщинистой руке Эх, норм Японская классическая поэзия У меня есть сборник Отставим его в сторону Я думаю, я даже на хайлайчу Как я, в общем-то, да Читаю, в общем-то, стихи Хайку, по-моему, клево Продолжение следует...